МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы приблизить нашу помощь к детям, чтобы они не ездили все туда, мы приезжаем сюда. Во Дворце культуры прошел концерт памяти дирижера Владимира Глейхмана. Память о Владимире Давыдовиче живет с нами каждый день, каждую репетицию. Главный государственный праздник – День России отметили по всей стране. В «Видном» он начался с легкоатлетического забега, в котором участвовали воспитанники спортивных клубов и просто жители нашего города, которые любят активный образ жизни. Татьяна Брылова вышла на дистанцию. День России в «Видном» начался с утреннего забега. Посмотрите, как много людей пришло, чтобы поучаствовать в нем. Это спортсмены, это те, кто пришел их поддержать. Всего более трехсот человек. В девятый раз участники легкоатлетического забега собрались на старте у «Видновского ЗАГСа». В основном молодежь – представители спортивных клубов. Футболки с гербом Ленинского округа, на запястьях – ленточки по цвету российского триколора. Настроены бодро. Бег, он как бы улучшает выносливость. Бег важен для здоровья. Команда наша – видное развитие. Мы бегаем в честь Дня России. Каждый год, кстати, каждый год. Так, будете впереди, надеюсь, сегодня? Конечно. Мероприятие открыл советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов, отметив, что сегодня на старте собрались те, кто любит спорт и поддерживает здоровый образ жизни. Мы с вами многое делаем для пропаганды спорта. Но вот забег – это одна из самых, наверное, основных изначальных форм приобщения к спорту. У нас вот сколько молодых и юных. И я вас всех приветствую от имени главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спасского, от Совета депутатов. Желаю вам мира, добра и благополучия. И вот объявлен старт. Маршрут забега проходил по улице Заводской до Советской площади, далее по Школьной, через Детский, Прудные и Зеленые переулки. Финишировали участники на стадионе. Одним из первых прибежал Станислав Иоунов. Заслуженный тренер РСФСР уже перешагнул 80-летний рубеж, но тем ценнее его пример для подрастающего поколения. Замечательный день. Смотрите, погода какая. Дети пришли, родители пришли. День России. Это для нас праздник. Праздничное настроение и у семьи Гейст, которая приняла участие в забеге. Самый владший трехлетний Денис пока еще не готов к интервью, но медаль заработал настоящую. Мы всей семьей бежали сегодня. Четверо детей. Один еще у нас каратист пошел пить воду. Вот. И у нас еще вот тоже смена готовится. Это Кирюша. Ему 6 лет. У нас вот пробежка была. И 9-летняя, и вот 13-летняя дочка бежала. Все вчетвером. А на стадионе уже готовились к традиционному турниру в честь Дня России любительские футбольные команды. Да много команд. Бирюлева, видовская команда «Метеор», «Самурай», ждем гостей из Домодедова, две команды «Горки Ленинские», команда видовской профессиональной лиги футбольной, администрация, силовые структуры, команда Булатникова и команда «Сатурн». Пока разминали, стало понятным, на победу настроены все. Сергей Лепихов из «Горок Ленинских» готов защищать ворота своей команды. Вот эти доли секунды, когда мяч летит, как это? Надо читать ситуацию и все. Успеваете? Успеваю. Когда получается. В профессиональной деятельности сотрудников МЧС физическая подготовка очень важна. Футбол – один из любимых видов спорта спасателей. Футбол, прежде всего, развивает выносливость, которая крайне критически важна для профессии пожарного спасателя. Потому что ты можешь быть большой, сильный, разный, но выносливый должен быть обязательно. В упорной и честной борьбе команды-участницы старались завоевать победу. В итоге «Горки Ленинские» взяли третье место, «Горки» – второе. А победителями турнира признана команда администрации Ленинского городского округа. И свою победу футболисты посвятили Дню России. Я считаю, что такой праздник он должен быть. И многие страны его отмечают. А День России для меня лично – это такая история очень хорошая с точки зрения объединения, единения и так далее. И это единение смогли прочувствовать все, кто это утро начал со спорта. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ. По традиции, празднование Дня России прошли на площади у кинотеатра «Искра», где талантливые исполнители порадовали видновчан музыкальными подарками. Пели и танцевали все вместе. Прекрасная солнечная погода, повсюду улыбки и радость. Вечерний праздничный концерт на площади у кинотеатра «Искра» собрал сотни видновчан и гостей города, которых объединила самая главная любовь – любовь к родине. Сам праздник еще достаточно молодой, но уже сейчас можно сказать, что отмечать его стало доброй традицией. Какая ж песня без вояна, Какая ж ссорька без красы. За эмоции на торжестве отвечали талантливые исполнители. Десятки ярких и самобытных номеров никого не оставили равнодушными. Люди кружились в хороводе, пели и танцевали все вместе. Прозвучали со сцены и поздравления от первых лиц муниципалитета. Поздравляю всех видновчан, всех, кто живет в Ленинском городском округе и гостей нашего города. Всех россиян поздравляю с Днем Великой Страны. Страны, не сгибаемой во все времена. Россия была, Россия есть, Россия будет. Среди пришедших можно было увидеть много молодежи, семейных пар и юных граждан страны. Царившая здесь веселая и непринужденная атмосфера сплотила всех до единого. И торжество удалось на славу. Это святой день России, наша Родина. Это такой прекрасный праздник, радость для нас. Огромный праздник для страны, очень огромный, потому что Россия – это очень обширная страна, и это гордый день для каждого россиянина. Любите свою Родину? Конечно, конечно. Чтобы она всегда расцветала все больше и больше, и каждый здесь был счастлив. Любите свою Родину, гордитесь ей, улучшайте. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы отмечали праздники и в других поселениях округа. Россия – Родина моя. По таким девизам прошли народные гуляния в поселке Совхоза имени Ленина. Слово Максиму Козлову. Традиционно в поселке Совхоза имени Ленина любое мероприятие больше, чем просто концертная программа. Муниципальный центр культуры подготовил для детей и взрослых творческие мастер-классы и аквагрим, интерактивные зоны, выставки и викторины. Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны, с Днем России. И смело сегодня можно сказать, что этот праздник является показателем нашей мощи, единства нашей Родины. Каждое такое мероприятие – это не только повод продемонстрировать мастерство учеников и преподавателей Центра культуры, но и способ познакомить публику с новыми проектами, воплощенными в том числе и с использованием современных технологий. Сегодня мы презентовали свой онлайн-проект «Россия – Родина моя». Это проект в онлайн-формате проходит. Мы подготовили много информации о нашей стране по каждому региону. Каждый человек может сегодня к нам прийти на праздник, отсканировать на нашем баннере QR-код и перейти по ссылке и почитать эту примечательность нашей большой страны. Знакомятся свои работы и другие муниципальные учреждения. Например, библиотека-поселка представила летний формат работы с читателями, который используется уже много лет и называется «Библиотечный дворик». Мы выносим стол около библиотеки, выносим стенд с книгами для буккроссинга. Люди приносят жителей нам книги, какие-то возьмутся стенды, возможно. Также мы выносим детям настольные игры, проводим какие-то викторины литературные. Поздравить жителей и гостей поселка пришли представители Картинского территориального отдела и сопредседатели движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» Мария Гаевская и Артем Грудинин. Россия – это и земля, и культура, и традиции, но прежде всего это люди, это мы с вами. Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой. Пусть процветает каждый из нас. И наш общий дом – Россия. А на сцене поднимали настроение собравшимся творческие коллективы Центра культуры. Исполнялись вокальные, хореографические и музыкальные номера в исполнении группы «Сашки-Наташки» и «Трио гармонистов». Настроение отличное. Спасибо за организацию. И очень приятно, что больше для детей сделано. Дети все увлечены и все-все нравится. Продолжится праздник выступлением Театра песни «Столица» с играми, танцами и хороводами. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, пульмонолог, аллерголог, а также УЗИ и передвижная лаборатория. Более ста ребят со всего Ленинского округа смогли попасть на выездной прием к узкопрофильным специалистам в Южно-детской поликлинике поселка Дрожжино. Южная поликлиника в поселке Дрожжино каждый месяц проводит профилактические мероприятия и приемы для детей и взрослых. Вот и сегодня в лечебном учреждении довольно многолюдно. В отделении профилактики проходит выездная консультация представителей НИКИ детства в составе кардиолога, аллерголога, иммунолога, гастроэнтеролога, ревматолога. В принципе, это все те врачи, которым немножко сложновато бывает попасть в обычные дни. Также прием ведут невролог, офтальмолог, эндокринолог и пульмонолог из научно-исследовательского клинического института детства. К выездным специалистам записались 120 детей со всего Ленинского городского округа. Присутствует УЗИ-врач и дополнительная выездная лаборатория, где сразу проводятся медицинские анализы. Помимо этого, деткам еще будет проводиться спирография. Это неотъемлемая часть приема пульмонолога. То есть мы таким образом определяем, как работают легкие у ребеночка. Ольга Лыкова с сыном Пашей на приеме у аллерголога иммунолога в первый раз у мальчика в мае внезапно появилась реакция на цветение. Глаза стали опухать, стал задыхаться немножечко, подкашливать. И все, мы сразу на антигистамин и к врачам. Нам все понравилось на консультации. В принципе, мы все поняли и дальше будем продолжать лечиться. Удобно, да, что никуда не нужно ехать? Да, и получили квалифицированную помощь. Все понятно, все встало на полочке. Да, это очень удобно. Очень много сейчас аллергии, особенно в период цветения. Я предполагаю, что это связано с окружающей средой. То есть очень много аллергенов, которые совмещаются с выхлопными газами. Они мутируют, они становятся жестче. Сейчас каждый третий человек на планете страдает от аллергии, уверена пульмонолог научно-исследовательского клинического института детства Наталья Бессудная, которая также вела прием в Южной поликлинике. В местной поликлинике, конечно, не хватает узких специалистов, которые есть у нас. Поэтому для того, чтобы приблизить нашу помощь к детям, чтобы они не ездили все туда, мы приезжаем сюда. Наша цель – найти, обозначить правильное лечение и наблюдение. Мы прекрасные врачи, очень хорошо помогают. И вообще мы очень рады, что мы попадаем и ходим к таким специалистам. Мы сейчас дадим кровь, сделаем ФВД и вернемся к доктору. Нам скажут дальнейшее лечение. Чтобы принять всех желающих, специалисты трудились в Южной поликлинике с 9 утра до 17 вечера. Учреждение работает по современным стандартам губернаторской программы «Наша поликлиника». Поэтому время в ожидании консультации с комфортом можно было провести в просторной детской и комнате матери-ребенка. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Вот уже 8 лет подряд Центральная библиотека проводит конкурс плакатов «Ребята, давайте жить дружно». Главными участниками этого творческого состязания традиционно становятся ребята из летних пришкольных лагерей. О том, как мальчишки и девчонки проводят свои каникулы в библиотеке, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Трогательный девиз кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» стал актуальной темой для детского творчества. На большом листе ватмана, рядом же бакляк, крокодилом Гены и чебурашкой, уютно устроилась пчелка и даже представители разных национальностей. Плакат собрал вместе реальных и сказочных персонажей. Они все плакаты необыкновенно красивые, каждый чем-то отличается, присылают объемные плакаты, используют какие-то вырезки журналов, разные техники. С этого года мы начали принимать и онлайн можно прислать свою работу, и даже у нас были в прошлом году цифровые плакаты, которые двигались, то есть с помощью мультипликации, сделаны родителями с ребятами. Своё видение понятия дружбы на конкурс плакатов представили ребята из летнего лагеря Измайловской школы. Мальчишки и девчонки каждый четверг по полтора часа проводят в библиотеке. На одном из занятий общими усилиями создали свой шедевр – декоративно-прикладного творчества. Мы не просто выдаем, сидим, книжки и забираем их. Мы проводим различные кружки, мастер-классы, клубы у нас существуют. Очень-очень распространена работа в разных сферах. Ребята уже не первый год участвуют в конкурсе плакатов и не раз становились призерами этого уже ставшего традиционным состязания. Они постоянные гости библиотеки и уже точно знают, что их всегда ждут и обязательно предложат что-то интересное. Интеллектуальный турнир или увлекательная книжка под силу даже первокласснику. Она была на улице, потом её впустили в замок. Она уверяла, что она принцесса, но королева решила это проверить и положила ей под много-много перин и подушек горошины. А принцесса всё-таки почувствовала эту горошину. Увлечённые ребята каникулы проводят с пользой. Успевают не только плакаты делать, историю России изучать, но и с друзьями весело проводить время. Летом, когда ты отдыхаешь, ты можешь выйти на улицу, позаниматься спортом, поиграть в что-нибудь с друзьями, ну и дома отдохнуть, покупаться. Итоги первого этапа конкурса будут подведены уже 20 июня. Принять участие может любой желающий. Картины на тему дружбы тоже приветствуются. Победитель получит полезный летний подарок. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во Дворце культуры города Видное прошёл концерт, посвящённый памяти дирижёра Владимира Глейхмана. Прозвучали известные композиции из репертуара оркестра русских народных инструментов, которым более полувека руководил Владимир Давыдович. Маэстро посвящается. Именно под таким названием прошёл концерт памяти Владимира Глейхмана. Ведь для многих музыкантов его оркестра этот человек был наставником, учителем и примером для подражания. 22 года назад я пришла в оркестр, и жизнь моя изменилась, потому что замечательный коллектив и, конечно, уникальный человек и уникальный музыкант Владимир Давыдович Глейхман. Очень я ему благодарна. Светлана Сегитова была студенткой Владимира Давыдовича. В оркестре она более 30 лет и признаётся, что за всё это время музыкальный коллектив стал частью её жизни. Память о Владимире Давыдовиче живёт с нами каждый день, каждую репетицию, потому что он создал планету Глейхман. И эта планета жила, живёт и будет жить. Дочь Светланы Сегитовой Арина после окончания института тоже пришла в оркестр. Сейчас она одна из ведущих солисток коллектива. Мы работали вместе, мы очень много вместе выступали, сотрудничали. У нас была очень такая плодотворная работа, конечно. И Владимир Давыдович – это наш, скажем так, наставник-гуру. И как стало щучком шарка, Стало в сердцу сладка. В зале Дворца культуры собрались многочисленные поклонники творчества Владимира Глейхмана. Спасибо, что он у нас есть, этот оркестр. И спасибо вообще Дому культуры, который организует такие концерты, каких у звёзд не найдёшь. Это настоящая музыка, настоящие голоса. Мы работали в Доме культуры, так что мы фанаты. Со сцены коллеги и друзья поделились со зрителями самыми тёплыми воспоминаниями о дирижёре. Мы обещали, что не дадим ни в коей мере распасться оркестру, не дадим забыть имя Глейхмана, не дадим потерять вот этот уникальный коллектив. На самом деле это великий коллектив. Особыми гостями на концерте стали сын и вдова маэстро. Я надеюсь, что оркестр на уровне даже поднял планку, чтобы Владимир Давыдович был бы доволен состоянием его детища. Оркестр русских народных инструментов Владимира Глейхмана всегда был бессменным участником практически всех праздничных мероприятий Ленинского городского округа. Приемником дирижёра стал Александр Лисовец. Под его руководством музыкальный коллектив продолжит свою творческую деятельность. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!